Нужно ли через силу совершать добро? Ну вот скажите, мы через силу колем дрова? Через силу. Мы через силу начинаем уборку в доме. Вроде бы ничего не видно, и вдруг солнышко осветило. Вот были тучки на небе, да? Сколько пыли, сколько грязи, прошла всего одна неделя. Конечно, через силу. Женщина, а уж мужчина тем паче, берет тряпку, женщина говорит, давай помоги мне, пожалуйста. Ну и начинает уборку. А уж тем паче ремонт затеять в доме, когда так все уложено, так все положено на свое место, через огромную силу. И через силу мы встаем на работу каждое утро. И через силу мы встаем на молитву. А здесь еще и дьявол, который всячески насылает лень, и отговорки всевозможные. У меня была тяжелая неделя. Ну давай я в воскресенье посплю. Ну подумаешь, а вот эти два часа молитвы в храме, где совершается божественная Евхаристия, которая проникает в всю Вселенную и проникает особенно в Божьем храме каждого человека, вот опуская это, мы потеряем в 10 раз больше в течение последующих дней. Вот этого мы порой не понимаем, мы себя оправдываем. Через силу мы молимся в том числе. Поэтому, конечно, через силу, может быть, надо начинать и делать добро. Но, знаете, есть много примеров. Например, пример учиться. Пока ты не втянулся в учебу, ты не почувствовал вкус к учебе, ты не будешь нормально учиться. Пока ты не знаешь правил учебы. Ну, допустим, что значит написать реферат? Ну это же нужно, во-первых, планчик составить твоего реферата, а затем сесть в библиотеки и прочитать очень много литературы. А потом цитатки взять оттуда, также их описать, прокомментировать. Вот у тебя и появляется уже реферат. И умение учиться, умение работать с источниками, с литературой и так далее. Так вот, то же самое, так сказать, наверное, должен определенный вкус почувствовать к добру. Сделал раз, два. Этого, может быть, не делал. И вдруг что ты почувствуешь? Во-первых, тебя будут люди благодарить. И ты почувствуешь, Господи, да я вот только все копил, в копилку складывал, собирал, собирал, собирал. Наоборот, люди говорили, вот он там, не знаю, там богатеет, значит, все под себя гребет. Такое, может быть, не очень хорошее слово, но часто в нашей жизни, да, употребляемое. Вот. И даже никому доброго дела никакого слова не сказал. А вдруг меня благодарят. И такая радость на душе от этого слова благодарности. Нищего, убогого, сироты, старушки какой-то, да, которым нужно порой даже не деньги, а доброе слово. Очень много сегодня стариков, к сожалению, тем более, ну, имея не так много детей, да, может быть, иногда детей беспутных, или просто которые уехали и далеко живут, страдают от одиночества. Одиночество для стариков – это очень тяжелая вещь. Правда, свобода – более важная вещь. И свобода для стариков – еще хуже. Но все-таки, когда они уже совсем немощные, они уже не могут к кому-то пойти, может, кого-то пригласить. Но здесь, конечно, одиночество очень тяжкое. Так вот, это доброе дело, сделанное этому старику, пожилому человеку, и сказаны эти добрые слова, и благодарные глаза, они вызывают такую радость на душе. И тогда уже появляется вкус, как к учебе, как к чему-то еще, к работе. И человек хочет делать еще больше и больше. А еще такой момент – себя надо еще и настраивать должным образом. Ведь мы же должны и помнить слова Христа, и слова апостолов, которые говорят о том, что вера без дел мертва есть, и что Христос говорит, что необходимо творить милостыню обязательно. Это во всех, кстати, религиях, между прочим. Ну, а в христианстве заповедь любви на первом месте. А любовь – это и добрые дела. Ну, как можно просто издалека любить всех? Я всех люблю. Это фантазия. Это фантазия, которая ничем не подтверждена. Да, если слова такие, я всех люблю, и глубокая молитва, скажем, по кофизме в день, за близких, за горожан, за весь мир, не знаю, да, ну да, это уже что-то. Это уже слова и дела. Ну, а если еще конкретно подать копеечку, сделать доброе дело, огород покопать или там продукты принести в столичку, это уже и внешние добрые дела, которыми жила и живет церковь, и которыми живут очень-очень многие люди. Христиане. Сегодня много приходится выслушивать слов о том, что церковь богатеет, церковь не думает о людях, наоборот, собирает деньги. Ну, большинство, конечно, этих людей, которые это говорят, это те люди, которые, как правило, просто ненавидят церковь. Не просто не любят, а ненавидят. И совершенно при этом не знают о жизни церкви и в истории, и сейчас, в 21 веке. Собрать даже невозможно все, что делает церковь, помимо молитвы, хотя молитва – это первое, наиважнейшее дело церкви. А помимо молитвы, вот именно конкретных, в социальном плане добрых дел, но эта работа колоссальна. Эта работа колоссальна. Даже когда церковь, например, остановит человека, могущего совершить самоубийство, так кто может сделать большего? Не просто накормить, а вернуть ему жизнь, этому человеку. Когда церковь возвращает от алкоголизма, соединяет семьи, учит детей в воскресных школах или в государственных школах, в вузах. В прошлом году, например, нашими лекторами, священниками, было прочитано в школах и в вузах более трехсот лекций на самые-самые разные темы, в том числе на темы жизни, самоубийства и так далее. Но помимо этого, при каждом храме, я просто знаю об этом точно, если даже не существует специализированная столовая для нищих, бездомных, то просто подается вот это вот или продукт, или копеечка бесконечным потоком людям, которые идут в церковь. Но ведь эти блогеры это уже не видят и не знают и не понимают. Они только видят внешние золоченые купола, золоченый иконостас. Это тоже, кстати, золоченые купола, иконостас, это тоже любовь верующих к Богу. Кто, как не люди, это создали своей копеечкой. А вот на иконочку посмотреть все больше и больше вешается золотых серек и колец и так далее. Ну и священник, никто не дерзнет взять на сочимые иконы вот это золото и серебро. И потом, допустим, может быть, из этого со временем золоченая риза серебряная будет изготовлена на эту икону. Прекрасный и киот какой-то, да, и так далее, и так далее. Вот этого они тоже не видят, не понимают. Сколько сегодня православных гимназий, детских садов при храмах, учителями которыми является церковь. А это огромная забота с 1 по 11 класс финансировать. Да, часть дает государство, но только на зарплату преподавателей. Все остальное эта церковь делает. И ЖКХ, и крышу, и питание детям, вот представьте, взять на себя ответственность за сотни детей с 1 по 11 класс и обучать их в школе. По государственной программе, в том числе по программе закона Божия, которая существует в церкви, священник, духовник, есть храм, есть при гимназии, как правило. Это колоссальный труд, это колоссальная ответственность. И как будто бы это никто не замечает. А сколько приютов для сегодня для детей, сирот, в особенности при монастырях. Причем по новому закону можно оформить только на себя лично, как физическое лицо таких детей, сделать их приемными. У нас матушка Варвара в Георгиевском монастыре под Сентуками оформила на себя довольно много деток и воспитывает этих деток, они имеют прекрасное воспитание и образование. Но кто-то об этом говорит, никто не говорит из этих блогеров. Да и мы об этом не слишком кричим. А центры, приюты для наркозависимых. Вот приезжает человек после современных синтетических наркотиков. Это уже получеловек по своей психике, по физическим своим возможностям. Получеловек. этого получеловека нужно чуть-чуть сделать лучше. А самое главное, чтобы он отказался от наркотиков. Это огромный труд. Я не могу всего перечислять, только хочу сказать, что церковь совершала и будет совершать, делать добро. И в церкви огромное, огромное количество верующих людей, христиан, тоже будут совершать добро. И, конечно же, следуя и словам Христа, который говорил с креста, прости им, Господи, не видят бы, что творят. И церковь будет любить врагов своих. Субтитры создавал DimaTorzok